Нет, мантр не будет. Не будет общения с зеркалом. Пранаям тоже не будет. Зато будет повествование о физической нагрузке с другой стороны, возможно, не совсем привычной для вас. Поэтому чуточку терпения, пожалуйста. Физическая нагрузка – это не только возможность укрепить здоровье, сбросить лишний вес и поддерживать хорошую форму. Любые виды физической деятельности, будь то бег, плавание, ходьба любой скорости, работа в огороде, езда на велосипеде, йога, упражнения на растяжку, гимнастика и зарядка, прыжки на скакалке и даже уборка дома – все это энергетическая практика. Это своеобразная медитация. Речь, конечно, не о профессиональном спорте, тот чаще калечит. Его цель – это признание в мире спорта, получение наград, не всегда здоровое соревнование. Такой спорт заменяет жизнь и часто становится самоцелью. Я же веду речь о физической активности для души. Когда мы двигаемся, потому что нам этого хочется, когда мы двигаемся ровно столько, сколько нам хочется, мы погружаемся в свои мысли, мы начинаем говорить на одном языке со своим телом и душой, мы достигаем состояния лада и равновесия. Так мы взбадриваемся, наполняемся силой и поднимаем себе настроение. Мы сонастраиваемся с миром и самими собой. Мы выходим на одну волну со всем телом, духом, душой, а иногда со Вселенной. Даже наука признает, занятия спортом, в широком смысле этого слова, приносят чувство радости и счастья. Во время физической активности происходит выделение гормонов счастья, и наше тело очень любит это состояние, тянется к нему. Поэтому многие люди, ведущие активный образ жизни, не могут отказать себе в пробежке и иной тренировке. Это же так приятно, это такая радость. Причем тут медитация, можете спросить вы. Ну а зачем мы медитируем? Для чего мы занимаемся духовными практиками? Ответов несколько, но они не противоречат друг другу. И можно их свести к следующим ответам. Чтобы получить энергию, найти дополнительный источник сил или знаний, прийти в состояние равновесия или счастья, успокоить разум, прекратить внутренний диалог, достичь единения с миром, Богом или богами, высшим разумом, родом и все в таком духе. Да, есть в нашей жизни место молитве, осознанному сну, мантрам, пранаямам, но и физическая нагрузка позволяет достигать этих целей, при том с ощутимым результатом. Посудите сами. Во время любых видов физической активности мы по-особому дышим. Вот вам и дыхательная практика. Кроме того, иногда врачи советуют воздержаться от физической активности вечером. К чему бы это? Да потому это происходит. Потому что во время физической активности происходит сильный выброс энергии, такой, что может быть трудно заснуть. Во время бега, который я очень люблю, ветер буквально выдувает из головы все мысли. Я просто бегу. Я ветер, я природа, я птица, я деревья вокруг, я свежий воздух, я есть. Это прекрасное состояние единства с миром. Когда я копаюсь в огороде, время останавливается. Есть только укроп, земля, а меня нет. Я растворяюсь в природе. Звучит смешно, но это так. Также стоит отметить, что у многих от спортивной нагрузки временно пропадает аппетит. Особенно если организм привык к высокой активности. Он знает, что будет прилив сил от самой тренировки. Так происходит у меня и у моего мужа. Он всегда пропускает прием пищи после хоккея. А я никогда не ем после пробежки или даже после простой зарядки. Иногда в течение многих часов. Опять же, мы ведем активный образ жизни по своему выбору, в меру, в радость. Мы не занимаемся профессиональным спортом. Обратите внимание, что медитировать, то есть набраться силы и испытать радость и счастье в процессе тренировки можно и в команде, и в уединении, и даже в окружении неизвестных людей. Это очень удобно. Пользуйтесь этим. Наверняка вам известна древняя мудрость. Движение – жизнь. Отсутствие движения – это застой, стопор, остановка, увядание. Выберите физическую нагрузку по душе. Гуляйте в радость. Скачите на скакалке, катайтесь на велосипеде, танцуйте, бегайте. Движение – это много больше, чем хорошая физическая форма. Это прекрасное настроение и жизненные силы. Это здоровье, как равновесие и лад души, духа и тела. Это счастье бытия. Продолжение следует...